салют братюнь ты на канале не каратэ рад тебя приветствовать и спешу напомнить что не каратэ это канал о боксе четкие прогнозы конкретные выводы море позитивного общения если любишь бокс так же как люблю его я обязательно подписывайся да и друзей зови чем шире наши морды тем теснее наши ряды и это позитивно собственно сегодня будем говорить про хайми мунги про серегу деревянченко элиминаторский бой это значит бой за место в рейтинге а это всегда конкурентный бой это мисс матчем никогда не пахнет никто свою позицию уступать не будет поэтому внимательно будем смотреть за этим поединком пока на бокс реки нету есть информация что 25 сентября пройдут торги и уже будет понятно кто возьмется устраивать этот поединок и где ну скорее всего в америке собственно перед тем как я расскажу о каждом из бойцов убедительная просьба подписаться на мой инстаграмм телеграмм небольшая реклама и начинаем всех любителей бокса и не только ждет море спортивных событий в сентябре усик джошуа фьюри у уайлдер не за горами альварес плант наши кореша из компании паримач подготовили приветственный бонус до ста процентов от суммы первоначального депозита или 100 долларов в любой местной валюте хочешь забрать не вопрос переходи по ссылке пройди легкую регистрацию небольшой депозитик и будет тебе счастье от паримач красота согласен переходи регистрируйся и побеждай вместе с паримач касательно деревянченко чего хочется сказать мыща каратенечко опишем его тремя или четырьмя предложениями но первый момент это игровик это ноги это тамповая работа это закручивание с ударами это постоянно насыпаем 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 и смещаемся уходим не сказать что что-то акцентированное не сказать что что-то слишком сильное ты ножом работаем и двигаемся это самые сильные стороны серёги на открывается голова для обстрела таки вид хусь не робится право ручо поливорах ох класс тупая назад дужи закрой сейну удары закрыться не закручу еще одна двика ведут в этом размене нужно нужно подраться нужно подраться потому что так хорошо вот вот такая грязь тоже мы не про него врыв тонка кожа на обличке пустину визуально так и суки может давать еще ну там на пропускался снова в луч на двика очень классная сейчас комбинация напомню что ему уже 35 лет в октябре 36 и сейчас будет очень занятно поглядеть пик пройден или еще нет вот это интересно какая будет физуха насколько хорошо он будь себя чувствовать также серёга практически в каждом поединке позволяет себя роскошно пропустить удар я сгал присесть на пятую точку ну или отсчитывают ему нокдаун пропускает теряет концентрацию не знаю природой как-то это заложено поэтому сказать что будущий чемпион ну какой будущий чемпион 36 лет уже как бы до чемпионства как до китайской границы я считаю что не пахнет однозначно но мунги составить конкуренцию легко давай плавненько к мексикосу перейдем ацтек индейц чистокровный мексикос по стилю на передней ноге и идут они апперкоты и левый боковой у него прям коронные как рецепт апперкот коронный левый боковой похоронный тихуана баха калифорния мексико акистан инвикто а вот так бы я характеризовал творчество мунгию удары держит невероятно выносливый и при этом всегда оставляет немножечко на потом я тебя подбил и есть чем добавить вот так я вижу этого парня мне творчество его в принципе нравится он поднялся в весе не так увесисто он бьет в среднем весе но антропометрия позволяет подстроиться то есть там есть в принципе резервы которые можно непосредственно натренировать поэтому возможно к поединку с деревянченко удар наберет необходимую мощь короче мексикос бьющий работает как панчер может выцелить при этом может и подловить как контрпанчер дождаться поработать вторым номером и очень неплохо с таймингом влететь не любят быстрый темп работает в одном темпе здесь вот у деревянченко есть небольшое поле для творчества но уже сам сам темп поединка мунгея сохраняет средний а вот деревянченко может взвинтить и вот здесь вот можно поспекулировать но плавно переходим к прогнозу по сути дела 24-летний в полном соку мунгея я думаю должен забивать деревянченко который совершает ошибки основа действия которого это движение это акцент на выносливость а ему 36 лет сможет ли прокрутить сможет ли в любительской манере накидать и выиграть по очкам большие большие сомнения а вот то что мунгея сможет нокаутировать мне кажется здесь бабки не ходи сугубо моё личное мнение или ходи к бабки обязательно напиши комментарий как считаешь закончится этот бой не забудь поставить королевский лайк забрать свой бонус паре матч ссылка в первом закрепленном комментарии ну и до новых встреч пока